В последнюю неделю марта в России отмечают День бездомного человека. Идея посвятить эту дату людям без определенного места жительства в стране появилась в прошлом году. Чем сегодня город готов помочь тем, кто прописался на улице, а главное, хотят ли они сами вернуться к нормальной жизни, расскажем в следующем сюжете. 105 человек. Именно столько сейчас проживает в комплексе социальной адаптации. Практически все пришли с улицы, и у каждого своя история. Александр попал сюда три года назад. Признается, все началось из-за пристрастия к алкоголю. Сначала мужчина потерял семью и жилье, а после перенес инсульт и ампутацию ног. В общем, лучше здесь. Я спорю, пришлось побанжевать, в общем-то, а потом сюда. Нет, потом в библейский центр попал, есть такой в Ольховке. Там, по-моему, пожил где-то там около с год. Уже оттуда меня. Ну, а куда больше меня еще. Только здесь, в Оломальске, еще можно существовать. С одной рукой, что тут у меня сегодня рука. А вот Анатолий в учреждении четыре года. За его спиной 38 лет преподавательской деятельности. Рассказывает, жена умерла от рака, после чего пасынок обзавелся собственной семьей. Именно тогда, говорит мужчина, он решил уйти из дома. Ну, все, двухкомнатная квартира. Ну, а мне что там, я лишний, все. Я собрался, пришел сюда. Меня встретил директор прямо на входе. Вы что? Я говорю, да вот я, просто лишний человек, пришел сюда. Ну, немножко нога побаливает. Ну, а так, вроде, ничего. Хочу еще работать, немножко доработать надо. В прошлом году здесь получили помощь почти 1300 человек. В учреждении дают временное жилье на четыре месяца. Помогают восстановить документы, оформить пенсию или путевку в дом престарелых. Еще один вариант – в дальнейшем продолжить проживание в комплексе, но уже платно. Большинство постояльцев – пенсионеры и инвалиды. Однако, есть и молодежь. Но это уже более молодой контингент. Это в основном люди от 30 до 40 лет, трудоспособные. То есть, приходя сюда, мы, естественно, выясняем. Ну, как правило, они идут документированы. Ну, может быть, нету там СНИЛСа, Полюса, ННН. С этими вещами мы все это помогаем. И, естественно, направляем в центр занятости. То есть, здесь у нас идет упор на трудоустройство. Свою лепту в помощь бездомным вносит и церковь. Собирают одежду, обувь и средства гигиены. В епархии, говорят, особо нужны мужские вещи. А еще для людей улицу устраивают банные дни и приглашают на беседу со священником. Но самое главное – всю неделю, кроме воскресенья, раз в день храмы по очереди кормят нуждающиеся. В благотворительном меню первое и второе. В кастрюлях горячий суп и макароны по-флотски. И если раньше работники церкви искали по городу бездомных, то теперь последние приходят сами. Место встречи – одно, площадка за цирком. Они сами туда подходят, и они сами подходят и спрашивают, просят, хотят, что да, я хочу там где-то работать, строиться, помогите там с комиссией пройти или восстановить документ какой-то. Мы присматриваемся, сразу же не делаем, потому что есть опыт, что это не нужно так делать. У стражи порядка маргиналы на особом контроле. Полиция проводит, к примеру, профилактическое мероприятие «Бомж». Устанавливают личность бездомного, снимают отпечатки пальцев, фотографируют. Затем отправляют в комплекс социальной адаптации. Попадая в поле зрения сотрудников Управления МВД России по городу Магнитогорску, данные граждане всегда доставляются в отделы полиции для того, чтобы проверить их на причастность к совершению преступлений. К сожалению, приходится сталкиваться с такими проблемами. Сотрудники полиции доставляют в комплекс лиц, не имеющих постоянного места жительства, но не всегда они соглашаются и принимают те условия, которые там предусмотрены. Поэтому в дальнейшем также выбирают вот такую свободную жизнь на улицах города. А вот соцзащита оказывает помощь бездомным лишь по заявлению. Его может подать как сам человек, попавший на улицу, так и сопереживающий ему. Специалисты выяснят, в чем конкретно нуждаются бомжи, проведут работу. Однако не всем маргиналам такая забота оказывается нужна. У нас был один гражданин, который находился, и есть он, он находился в городской больнице. Наши сотрудники комплексного центра восстановили ему документы. Вы знаете, он отказался от путевки в дома-интернат. Мы уговаривали его трижды, объясняли, пытались ему сказать о том, что со своим заболеванием он на улице просто не справится. Но он отказался от этого и отказался от временного приюта в комплексе социальной адаптации граждан. Он сказал, что это не его учреждение, не соответствует его статусу. Впрочем, есть истории, которые заканчиваются благополучно. Эти кадры мы снимали в октябре прошлого года. Сергей Кушнир скитался почти 20 лет. После аварии оказался в инвалидном кресле. Обратили внимание на бездомного мужчину-волонтеры. Устроили в больницу, стали искать ему дом. Хорошие люди. Спасибо им за все. Старания неравнодушных людей даром не прошли. Сергей Петрович обрел крышу над головой. Не временную, а постоянную. С января мужчина живет в Верхнеуральском доме инвалидов.